В Петербурге прошел первый международный музыкальный фестиваль для слабослышащих детей. В этот вечер они были не только среди зрителей, но и выступали на сцене, причем вместе с известными исполнителями. Мои коллеги пообщались с этими маленькими музыкантами. Диана готовится к выходу. Это ее первое выступление на большой сцене. Специально на музыкальный фестиваль вместе с бабушкой она приехала в Петербург из Невропетровска. Нервничала немножко. Все сделала технически. Теперь могу отдыхать. Сейчас Диана хорошо слышит окружающих. Это результат кофлярной имплантации, которую девочки сделали в первый год ее жизни. Глухота передалась по наследству. Оба ее родителя не слышат. У меня уже был опыт воспитания глухого ребенка. И это отнимало практически всю мою жизнь. Днем с ней занималась. Ночью делала пособие. Продумывала план следующего дня. И каждое слово надо было повторить миллион раз, пока ребенок поймет, что это за слово, и повторит его. Это было очень тяжело. Кахлярный имплант носит и Таня. Операцию ей сделали в три года. Слух вернулся. Чтобы адаптация прошла быстрее, мама стала водить дочку в музыкальную школу и театральную студию. Русский народный танец, который Таня исполнила на конкурсе, ее лучший номер. Сейчас к занятиям музыкой добавилось и изучение языков. Особых проблем нету, конечно, потому что мы после сада уже пошли в школу. Учимся, в пятый класс пришли. Учимся мы в англо-японской школе. Учим английский. Учим английский и японский. Концерт дублирует сурдопереводчик. В остальном нет никаких отличий от обычного музыкального конкурса. А компонирует исполнителем оркестр государственной капеллы. Организаторы фестиваля хотели показать, что занятия музыкой помогают детям быстрее реабилитироваться после сложных операций. И уверены, нарушение слуха не мешает профессиональной музыкальной карьере. Елизавета Золотова, Алина Мищенко и Дмитрий Бурза. Live 78. Встреча субтитры создавал DimaTorzok Кстати, в Казахстане, в Казахстане, в Казахстане и Дмитрий Бурза. Спасибо.